Добрый вечер. Звонит мне сегодня партнер мой. И говорит, Олег Григорьевич, вот работаю, 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 работаю. Результаты так, ерунда. Ну что-то есть, но по сравнению с другими просто смешно. Не могу понять, не могу понять. И это пробовал, и это пробовал, и это пробовал, и это пробовал. И то пробовал, с этими начинаю разговаривать так вот, с этими так вот, что-то не то. Не могу понять, ну где вот что-то, что в чем? Я его спрашиваю, на что ты намекаешь? Первая моя была мысль, как правило, люди намекают на то, что что-то с бизнесом не так. То ли с продуктом, то ли с системой, то ли что-то такое с бизнесом не так. Я говорю, ты намекаешь, что бизнес плохой? Не-не, бизнес хороший, как же я могу намекать? Он кругом, вокруг, слева, справа, вокруг, сверху, снизу, люди зарабатывают деньги, все прет. Вот у меня что-то не получается, наверное, что-то во мне. Я говорю, ну хорошо, в тебе, а что в тебе? Не знаю, не могу понять. Вот ведь тружусь, ведь работаю, вот понимаете, до пота. Целыми днями за компьютером сижу, работаю с людьми, там тусуюсь, общаюсь, что-то им рассказываю, что-то говорю. Я говорю, ты знаешь, сколько раз мне люди об этом говорят. Более того, я тебе скажу, отвечаю этому парню. Я сам задавал себе таких вопросов миллион. Долгие годы задавал вопросов. Ну в чем дело, я работаю, 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 работаю. А результаты, если не ноль, то внизу. Я его спрашиваю, ты видел когда-нибудь в бассейне, как плывет настоящий пловец? Кролем. Вот он плывет, как торпеда. Лежит горизонтально на воде, голова вниз, никакого сопротивления. Дышит редко. Ноги создают вот такое движение. Каждое движение мощное. Он плавно, мощно, бесшумно двигается. Видел? Конечно, я же умею плавать так, что... Я говорю, а видел когда-нибудь, как кто-нибудь царапается по собачьей? Работает, 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 работает. Брызги, пар идет от него аж, а все на месте стоит. Или так, продвижение вот такое. Фигня, видел? Он говорит, конечно. Вот скажи мне, в чем разница между ними? Не, ну один умеет, другой нет. Ну вот так. Один умеет, другой нет. Один что-то знает. Но в принципе, когда ты понял, что успех твой придет тогда, когда ты горизонтально ляжешь на воду. Когда ты не будешь вот так в воде торчать, а так вот двигаться. А когда ты горизонтально будешь. Когда у тебя будет выверено каждое движение. Когда дыхание будет отработано. Когда каждая мышца будет натренирована. Когда ты посвятишь этому день, неделю, месяц, год, два, пять, семь, десять лет. Когда ты попадешь в категорию людей, которые борются не за минуты, не за секунды, а за доли секунды. Тогда у тебя, кроме того, вот этого вот знания и умения чисто физического, появится что-то такое. Какой-то такой секрет. Какая-то такая тайна. Неведомая, абсолютно не вбиваемая в голову тем, кто двигается вот так. Или хотя бы вот так в размашку. Плывет. Вот тогда в твоей голове что-то щелкнет. Ты будешь близок к успеху. Будешь близок к результатам, которые будут выходить за пределы ординарных, обычных результатов. Что между этими, которые вот так плывет и которые вот так плывет? Что между ними? Что между теми, которым лишь бы добраться до той стороны бассейна, и тем, который бьется насмерть за долю секунды для победы? Что между ними? Какое расстояние? Вот это расстояние, это называется мастерство, это называется труд, это называется постоянство, это называется система, это называется опыт, сын ошибок горьких. Это называется, ты что-то понял, ты прорвал. Вот 10 лет я бился в бизнесе и задавался себе вопросом, ну почему я бьюсь, бьюсь и ничего не происходит. И в какой-то момент произошло что-то такое, когда я вдруг понял, что я могу работать гораздо меньше, чем я работал тогда, а зарабатывать в десятки и в сотни раз больше, чем тогда. Теперь я знаю, теперь я знаю, что-то такое внутри есть, что-то такое, что ты, и это внутри называется сила, это внутри называется уверенность, это внутри называется знание того, что куда бы ты ни попал, ты теперь можешь быть уверен. Ты знаешь, как выйти на результат, это достигается только, и передать это невозможно. Когда человек спрашивает, не могу понять, в чем дело, а понять, вот, ты плывешь вот так по собачьей, или ты плывешь вот так, как торпеда. Вот это вот положение, вот это, когда человек вот так плывет, он даже, он даже, ты ему вот рассказывай какие-то детали, объясняй. Бесполезно, оно не попадает, потому что ты вот так плывешь. Ты не прошагал, не прошел, ты не лег на воду, ты не заплатил цену, ты не отработал месяц, год, два, три, пять, чтобы поплыть. Я не хочу сказать, что для того, чтобы в сетевом бизнесе преуспевать, надо, надо посвятить этому десять лет, как это я сделал. Но я вас уверяю, что сейчас такие времена, сейчас такие бизнесы, сейчас такие возможности, что если их применить, срок вот этот, вот от этого состояния до вот этого состояния, можно сократить значительно. И практика вот в моей компании, в которой я работаю, показывает, что есть люди, которые за семь-восемь месяцев выходят на результаты, которые достигали и достигают в других компаниях за 10-15 лет усиленной работы. Тут все в совокупности, целый комплекс условий надо соблюсти, чтобы это было, но и продукт, и время, и ситуация на рынке, и все-все-все. Но вот этот вот дух, вот это вот состояние, вот это вот понимание, это вот ощущение, вот это вот ты ухватил что-то такое. Это приходит только в результате длительной и серьезной работы. Вот совет мой такой. Вот из этого состояния, когда ты по-собачьи царапаешься на начальном этапе, надо признать, что это так. И для того, чтобы как можно быстрее лечь на воду и почувствовать движение, нужно очень быстро стартовать, это первый секрет, очень быстро стартовать, нужно очень много работать. На первоначальном этапе нужно очень много работать, нужно быть сумасшедшим, нужно быть подвинутым, одержимым. Вот у меня недавно выступал парень один, Виктор его зовут Кожанов, он очень высокий ранд в компании занимает. Из Воркуты, всю жизнь в Воркуте проработал в шахте под землей, пенсионер, за 50 лет человек. И вот он решил заняться сетевым бизнесом. И вот он попал к нам в команду, в наш бизнес, и говорит, настолько меня это захватило, настолько было увлекательно, настолько мне это было радостно выполнять эту работу, что я, говорит, по 4 часа спал, просыпался, и поскольку все спали, я не мог за компьютер сидеть, чтобы начать разговаривать с людьми в скайпе. Я, говорит, не мог дождаться, когда они проснутся в конце концов. Я работал с утра до ночи. Вот нужна вспышка, нужен взрыв, нужен такой старт, такой взрывоподобный, чтобы вот это состояние, хотя бы на воду лечь, и тогда уже легче. Но если ты вот это долго будешь царапаться, ты можешь устать, вот это вот по собачьи. Это очень важный совет, очень важная рекомендация. Итак, подведем итог. Новичок, который царапается в бассейне по собачьи, не может понять секретов, которые ты ему передаешь, плывя уже вот по профессиональному. Он не способен впустить в себя эти секреты. Ему нужно пройти определенный этап и выровнять свое положение в воде. Я, образно говорю, ему нужно лечь на воду хотя бы. Для этого надо много поработать, понять, как это работает, выучить движение, натренировать, приобрести навык, делать правильные вещи долго. И тогда, когда ты начнешь биться за секунду, а потом за доли секунд, придет успех. Итак, первая и важная рекомендация тем людям, которые не могут понять, в чем проблема. Нужно уяснить себе здесь в голове, что надо делать, как надо делать, увидеть положительный пример, прицепиться к человеку, чтобы он тебе показал, если не спонсор, то другой успешный. И много, очень много, очень много на первоначалке.